ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ Американский крейсер Винсенес, дежуривший в Армурском проливе, внезапно обнаружил неопознанную воздушную цель. Напряжение расчета ПВО было так велико, что он принял ее за иностранный бомбардировщик. Через несколько минут двумя зенитными ракетами корабль поразил цель. Но вскоре по обломкам специалисты установили, что они принадлежали не военному, а пассажирскому иранскому самолету. На борту Airbus A300 погибли 290 человек. Американцы же неоднократно не только вступали в боевые столкновения, но и планировали определенные военные акции. В ответ на действия крейсера Винсенес, иранские войска активизировали нападение на американские суда. Возникла угроза прямого конфликта между странами. Руководством СССР было принято политическое решение провести на Каспии испытания новой военной техники, с тем, чтобы не допустить разрастания войны около своих границ. Корабль-экраноплан «Лунь» первым в мире развил скорость 525 километров в час и произвел пуск ракет по танкеру мишени. На этих рассекреченных кадрах вы можете увидеть, как это было. Нам потом доложили, что цель поражена. Мы подошли, два раза облетели, увидели, значит, отверстие в районе ватерлинии. Прошило, значит, ее насквозь. С одной стороны примерно, ну, может быть, около метра, а на выходе там отверстие большое было, примерно 2-2,5 метра разворотило. И все перегородки там прошило, которые внутри, говорят, были. 500-тонный реактивный «Лунь» был оснащен шестью противокорабельными ракетами «Москит». Они развивали скорость в 2,5 раза быстрее звука и были предназначены специально для уничтожения авианосных ударных группировок. Экранопланы летали низко над морем, что делало их невидимыми для радаров противника. Средств борьбы с подобными кораблями до сих пор не существует. Испытание на Каспии зафиксировала космическая разведка США. Ее эксперты в очередной раз убедились, что русские обладают новым, таинственным и разрушительным оружием, которое они готовы применить в регионе. Вскоре стороны договорились о прекращении войны в Персидском заливе. Но перестройка и экономический кризис в Советском Союзе не позволили довести опытный экраноплан до серийного производства. Мы ни от чего не отстали, потому что нас еще не догнали. Хотя зарубежные эти самые, Германия, Китай, Австралия, они работают по части гражданских экранопланов военных, не вышло никаких. Уникальный Лунь, как и созданный позже на его базе аппарат-спасатель, так и остались в единичных экземплярах. Военная хитрость и маскировка. Неотъемлемые слагаемые победы на поле боя. Достаточно вспомнить историю, когда в 13 веке до нашей эры греки завоевали Трою с помощью гигантского деревянного коня, внутри которого спрятались воины. В годы Холодной войны, чтобы ввести в заблуждение вероятного противника, и США, и Советский Союз также шли на различные хитрости. В нашем фильме мы впервые расскажем о наиболее загадочных кораблях отечественных судостроителей. Вы узнаете, что обнаружил в космосе самый большой в мире разведывательный атомоход «Урал». Какие цели могли поражать корабли-носители боевых лазеров, и на что были способны в море замаскированные сухогрузы. Океанские хамелеоны В мае 1962 года противостояние между Западом и Востоком стало критическим. США поставили на боевое дежурство в Европе 105 новейших ядерных ракет Тор и Юпитер. Все они были нацелены на Советский Союз. Руководство страны тут же приняло ответные меры. Начиная с лета, в Атлантике, между портами СССР и Кубы, стала курсировать огромная флотилия, которая насчитывала более 80 судов. На первый взгляд, они напоминали обычные сухогрузы и пароходы. Но в реальности, в их трюмах и каютах находились совершенно немирные грузы. Под видом сельхозмашин и рабочих, советские суда перебросили на Остров Свободы 42 баллистические ракеты и 158 ядерных боеприпасов, несколько сотен единиц другого вооружения и 43 тысячи человек личного состава. Когда мы завезли туда ракеты Р-12, они у нас были средней дальности, дальность 2000 километров. А когда привезли на Кубу, они стали стратегическими, потому что доставали до Вашингтона. Американская разведка узнала о наличии советских войск на Кубе только спустя 4 месяца. Чтобы не допустить дополнительной переброски боевой техники из СССР, Пентагон ввел морскую блокаду республики. Они не останавливаются. Внимание всем постам! Всем постам! Занять боевые позиции! Приготовиться к запуску торпед! Приготовиться к запуску торпед! Да, сэр? Что они делают? Сбавляют скорость. Разразился Карибский кризис. В любую минуту он мог привести к ракетно-ядерной войне между Соединенными Штатами и СССР. Жесткое противостояние продолжалось почти две недели. На случай начала боевых действий советский генштаб спланировал операцию по увеличению численности войск на Кубе. Конструкторам ЦКБ-17, позже переименованному в Невское ПКБ, было выдано срочное задание – переоборудовать дополнительно под пассажирское судно новейший крейсер проекта 68БИС. В то время советский флот имел 14 таких кораблей. Каждый из них должен был скрытно перевозить мотострелковую дивизию в 10 тысяч человек со штатной военной техникой. Команда поступила у нас где-то часа в три дня. Это уже на четвертый день получается. Мы отправили материалы все в Москву. Однако переоборудование крейсера не потребовалось. 27 октября глава СССР Никита Крущев и президент США Джон Кеннеди достигли компромисса. Советские ракеты подлежали вывозу с Кубы, а американские – из Турции. Кризис миновал. Но советский опыт скрытной переброски боевой техники взял на вооружение и Пентагон. Строго конфиденциально. 28 декабря 1962 года. Вашингтон. Президенту США Джону Кеннеди. Мы достигли соглашения между Великобританией, ФРГ, Италией, Голландией, Бельгией, Турцией и Грецией о создании в рамках многосторонних ядерных сил НАТО соединения секретных надводных ракетоносцев. Их переоборудуют из быстроходных транспортов типа «Марина». Они смогут нести на борту по 8 баллистических ракет «Поларис А-3» с дальностью 4600 километров. По внешнему виду корабли не будут отличаться от коммерческих судов. Патрулируя в районах интенсивного судоходства в Атлантике, они могут угрожать территориям стран Варшавского договора. Министр обороны США Роберт Макнамара. Ежегодно в течение 20 лет Соединенные Штаты планировали вводить в строй по одному кораблю типа «Марина». Уже в начале 1963-го были проведены опытные пуски ракет с модернизированного итальянского крейсера «Джузеппе Гарибальди». На нем были размещены 4 баллистические ракеты «Поларис». В случае войны такие корабли-ракетоносцы вместе с атомными субмаринами могли легко затеряться в океанских просторах и в любую минуту нанести внезапный удар по Советскому Союзу. Американцы открыто об этом говорили. Я вот хорошо помню, судно «Хамелеон» такое название еще было. Ну, естественно, мы в очень критическом духе отзывались о таких, считали это незаконным. Потому что это может навлечь, так сказать, на гражданские, на мирные суда какие-то ответные удары. Но так как американцы все-таки шли на это, мы не могли оставить без ответа такие действия. В то время в СССР под руководством генерального конструктора Владимира Челомея уже создавался совершенный корабль проекта «Дельфин». Он мог нести 4 крылатых ракеты П-25, которые были предназначены для стрельбы по надводным и береговым целям. Главной его особенностью по требованию главы страны Никиты Крущева было умение скрытно двигаться под водой, подобно субмарине, всплывать и атаковать противника со скоростью торпедного катера, а затем также стремительно отрываться от него в подводном положении. Это очень сложное сооружение. Просто-напросто даже, ну, нормальному человеку, когда говоришь, он это не воспринимает, что это бред какой-то. А вот Хрущеву все это дело понравилось. Кроме того, к 1963 году в составе Советского флота было 40 ракетных субмарин. Но они могли нести всего по 2-3 ракеты с небольшой дальностью до 700 километров. И чтобы наносить удары по противнику, им нужно было подходить к нему как можно ближе. Это обстоятельство делало их крайне уязвимыми для противолодочных сил. Не доставали до Америки и первые баллистические ракеты наземного базирования. Поэтому председатель Госкомитета по судостроению Борис Бутома выдвинул предложение о создании надводных ракетоносцев, замаскированных под гражданские суда. Цель его, естественно, была как можно больше построить таких ракетоносцев, построить их как можно дешевле, обеспечить их скрытность. Для этого как раз и были просмотрены варианты использования гражданских судов, которые мало бы отличались от тех, которые находятся в просторах океана. В 1963 году Невскому ПКБ было поручено создать первый корабль-носитель баллистических ракет, проект которого получил номер 909. Главный конструктор Юрий Македон и его заместитель Борис Шмелев взяли за основу корабля-ракетоносца сухогруз ледового плавания водоизмещением 9 тысяч тонн. На нем, забронированные ходовой рубкой и фальшивыми надстройками, должны были разместиться вертикально в два ряда 8 пусковых шахт ядерных баллистических ракет Р-29 КБ Виктора Макеева. Они могли поражать цели на дальности свыше 9 тысяч километров. Не случайно проекту корабля был присвоен характерный шифр «Скорпион». В июле 1964 года предложения по новому ракетоносцу были готовы. Одновременно Невское ПКБ в инициативном порядке подготовила материалы и по другому ракетному кораблю проекта 11-11. С той же боевой нагрузкой он должен был иметь в два раза меньшее водоизмещение и быть замаскированным под гидрографическое судно. Оба варианта представили на Совет обороны страны. Запомнился мне Малиновский, министр обороны Артем Яковлевич. Он очень дотошно выспрашивал. Каждый, так сказать, плакат он спрашивал, что, как, какое насыщение корабля. А у нас ведь это не просто шахты надо было разместить. Надо было навигационный комплекс с высокой точностью определения места и курса. Надо было электронику всю для того, чтобы ракета шла в цель. Это все на корабле было. Эти корабли должны были патрулировать на маршрутах в Баренцевом и Охотском морях, где постоянно курсировали до 500 гражданских судов. Отличить «Скорпионы» от них не смогли бы даже спутники-разведчики. В то время как под прицелом ядерных баллистических ракет, замаскированных кораблей, постоянно находились бы 90% территории североамериканского континента. У Хрущева было, я так считаю, что главное это вот увеличить количество носителей, которые могли бы поражать объекты на территории Соединенных Штатов Америки. Наряду с созданием надводных ракетоносцев, в 1964 году в ЦКБ-18, впоследствии переименованном в ЦКБ морской техники «Рубин», главным конструктором Сергеем Ковалевым был разработан проект погружающейся пусковой установки с межконтинентальными баллистическими ракетами УР-100Н. Это оригинальное устройство, получившее ШИФ-602, напоминало платформу, которую позже построили миасские конструкторы для испытаний морских ракет. Однако по проекту Ковалева в вертикальном цилиндре располагались сразу 8 стартовых шагов. Подобные установки могли скрытно размещаться во внутренних водоемах страны и оттуда неожиданно по команде производить пуски ядерных ракет. Это возможность лучше замаскировать их, возможность менять позиции. Поэтому в основном, конечно, это от космической разведки было защита. И тут учитывалось все. С Некрилова мы и в 24-м институте ВМФ рассматривали все варианты по эффективности и стоимости. Интересно, что именно в тот же период в Советском Союзе впервые в мире родилась идея скрытного размещения межконтинентальных баллистических ракет и на железнодорожных платформах. Но их прообразы, комплексы БРЖК, появились только через 25 лет. В октябре 1964-го был смещен с должности глава страны инициатор бурного развития ракетной техники Никита Хрущев. А в следующем году стало известно, что США отказались от замаскированных судов типа Наринэ. В Советском Союзе, как и за океаном, сделали ставку на атомные подглодки-ракетоносцы. Разработка проекта «Скорпион» и других обеспечивающих его была прекращена. 9 мая 1965 года. Москва. Новый глава страны Леонид Брежнев впервые принимал на Красной площади военный парад в честь 20-летия победы над Германией. С тех пор они стали традиционными, а этот день был объявлен нерабочим. Самой совершенной боевой техникой оснащена советская армия. Основа ее могущества – ракетное оружие. Ракеты по праву называют надежным щитом Родины. Именно тогда на экраны страны вышел фантастический фильм «Гиперболоид инженера Гарина», снятый по одноименному роману Алексея Толстого. В нем талантливый изобретатель создал аппарат невиданной разрушительной силы, который разрезал скалы, уничтожал корабли и целые города. Это безумие! Горит! Удивительно, что эта книга была написана в середине 20-х, а идеи писателя нашли свое практическое воплощение только через 40 лет. В 64-м советские академики Николай Басов и Александр Прохоров получили Нобелевскую премию за открытие, которое привело к созданию генераторов и усилителей, основанных на лазерно-мазерном принципе. Исследования советских ученых привели к созданию новых источников электромагнитных излучений, квантовых генераторов и усилителей. Два открытия 20-го века, которые в общем произвели революцию и в физике, и в технике, и в технологии. Это прежде всего открытие транзистора и лазеров. Лазер — это источник электромагнитного излучения, способный направить пучок энергии, обладающий высокой концентрацией импульса, в определенную точку. Лазерный луч может передаваться на значительные расстояния. С помощью специальных зеркал он фокусируется в крохотное пятнышко, диаметр которого равняется длине световой волны. В итоге можно достигнуть большей плотности энергии, чем при ядерном взрыве. Благодаря этому лазерный луч легко режет даже металл. Новые открытия оценили военные во всем мире. Совершенно секретно. 24 июня 1965 года. Москва. Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. В США под руководством Агентства передовых оборонных исследовательских проектов ДАРПА ведется разработка программы под шифром «Восьмая карта». В ней изучается возможность применения лазеров в качестве оружия в интересах армии, военно-воздушных и военно-морских сил. Председатель КГБ при Совете министров СССР генерал-полковник Владимир Семичастный. Отставание от Америки в области применения новой технологии могло иметь для Советского Союза тяжелые последствия. В интересах обороны, к созданию экспериментальных лазерных установок были привлечены все ведущие научно-производственные коллективы страны. Нам очень здорово помогал ФИАН в этом плане научном. Так, очень были заинтересованы и БАСов, Николай Геннадьевич и Александр Михайлович Прохоров. Так, они во всех наших НТС участвовали. Вот под их руководством, собственно говоря, и выполнялись эти работы. За 15 лет советские ученые создали целый ряд стационарных и мобильных боевых лазерных комплексов. На них возлагалась задача бороться с ядерными боеголовками баллистических и крылатых ракет, оптической аппаратурой военной техники и личным составом противника. На этих рассекреченных кадрах вы можете увидеть, как воздействует лазерное излучение на аэродинамическую мишень. Когда конструкторы готовились размещать лазеры на самолетах и космических станциях, военные моряки решили испытать их и на кораблях. В 1976 году главком ВМФ Сергей Горшков утвердил задание ЦКБ «Черноморец» на переоборудование среднего десантного корабля проекта 770Д в опытовое судно «Форос». На нем планировалось испытывать лазерный комплекс «Аквилон», который предназначался для поражения корабельных оптико-электронных средств и экипажей судов противника. Но его масса, 90 тонн и большие габариты потребовали значительно усилить корпус и увеличить надстройку корабля. Процесс переоборудования затянулся на долгие 8 лет. В итоге военно-морской флот утратил пальму первенства в испытаниях боевого лазера. В декабрь 1979 года. Афганистан. Руководство страны обратилось к правительству Советского Союза с просьбой помочь остановить гражданскую войну. В республику была введена 40-я армия. Это вызвало бурную реакцию не только со стороны западных стран, но и Китая. Пекин прервал переговоры с Москвой по пограничным территориям и активизировал провокации на реке Амур. В ответ руководство КГБ СССР, к которому относились погранвойска, провело в регионе уникальный эксперимент. В 1980 году на речном артиллерийском катере проекта 12081 впервые в мире была испытана лазерная установка. Киевский институт. Он разработал вот эту небольшую лазерную установку для целей уничтожения оптики. Мы поставили ее, проверили, конечно, что могли, но на людях мы не могли, понимаете, что она может, как говорится, дать туда такой луч, что человек, как говорится, в очках и не очки ничего не спасли. Вот, в основном, конечно, на оптику. Эти и другие меры советского руководства вынудили Китай прекратить провокации на границе и постараться наладить дипломатические отношения. В это время в Севастополе по проекту Невского ПКБ переоборудовался под носитель лазера уже второй корабль военно-морского флота. Но на этот раз, чтобы замаскировать новый, более мощный комплекс «Айдар», было выбрано крупное поисково-спасательное судно «Диксона». Даже в закрытых документах оно обозначалось как опытовый стенд специального назначения. Его главным конструктором был Григорий Кужельный. Корабль разделялся семи переборками, вот, не писали, на восемь отсеков, и по всем этим отсекам распределялись помещения и изделия. Значит, ну, было очень сложно, была развита надстройка. Эта надстройка весила 900 тонн. К переоборудованию «Диксона» пришлось привлечь все ведущие предприятия страны и даже расширить производственные мощности Севастопольского завода. Титаническая работа ученых, конструкторов и заводчан по модернизации судна заняла пять лет. Пока шло строительство «Диксона», специалисты завершили работы на корабле «Форос», которым командовал старший лейтенант Машуков. И в октябре 1984-го он вывел его на испытания на Феодосийский полигон и впервые в истории Советского флота выполнил стрельбы из лазерной пушки. К сожалению, из-за строжайшей секретности эксперимента видеоизображение кораблей-носителей лазеров не сохранилось. Однако с помощью графики вы можете представить, как луч комплекса «Аквилон» достиг мишени со скоростью света 300 тысяч километров в секунду и уничтожил ее. В ходе испытаний морского лазера был выявлен и ряд недостатков. Осенью 1984 года на Черном море опытное судно «Форос» впервые поразило боевым лазером низколетящую мишель. Выстрел длился всего нескольких секунд, а на подготовку к нему уходило свыше суток. Кроме того, коэффициент полезного действия луча составил всего 5%. Основную часть энергии излучения нейтрализовали испарения с поверхности моря. Поэтому для преодоления этой проблемы ученые решили пускать боевой луч внутри так называемого луча просветления. В результате удалось несколько повысить ударную мощь лазера. И в сентябре 1985-го на испытание вышло второе опытное судно «Диксон» под командованием капитана 2-го ранга Кучеренко. На этот раз ему предстояло поразить катер. Задача была одна, значит, прожигать, или как-то, уничтожать врага путем лазерного луча. На морском полигоне судно «Диксон» производило выстрелы из лазерной пушки по беспилотному радиоуправляемому ракетному катеру-мишеней, надстройку которого укрыли асбестовым щитом. Но даже с такой защитой корпус корабля уверенно прожигался с дистанции 400 метров. По энергетике. Очень скошен с авианосцами. Там достаточно энергетики, чтобы можно было задействовать этот комплекс. А комплекс очень эффективный. Ему предусматривалась любая цель. В Феодосе такие были катера, где просто запускалось, там никого не было. И вот он двигался, и по нему наводили луч. В ходе экспериментов советские ученые и конструкторы накопили богатый опыт применения корабельных боевых лазеров. Но экономический кризис и распад СССР не позволили довести эти опытные работы до конца. В 90-е годы образцы комплексов были демонтированы, а суда Форос и Диксон разделаны на металлолом в Украине и Германии. В 1977 году Советский Союз отметил 60-летие Октябрьской революции. К юбилею были утверждены новые тексты гимна и конституции страны. Приготовил подарок и аэрофлот. Начались регулярные рейсы первого сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144. Тогда же в США впервые вышел на экраны самый кассовый фантастический фильм «Звездные войны». В то время как в Голливуде показывали виртуальную битву за космос, Пентагон готовился вести ее в реальности. В США полным ходом шли работы по созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты МЭКС. Она впервые должна была доставлять на территорию СССР 10 ядерных боеголовок, каждая из которых по мощности равнялась бы 30-ти атомным бомбам, сброшенным на японский город Нагасаки. Получив разведданные об этом оружии, советское правительство приняло асимметричные меры. Никто не собирался нападать на Соединенных Штатов Америки. И устно, и в документах везде есть слово «сдерживание агрессии Соединенных Штатов Америки». В 1977 году вышло постановление Комиссии Совета Министров СССР по военно-провышенным вопросам о создании большого атомного разведывательного корабля проекта 1941. Он должен был быть замаскирован под обычное научное исследовательское судно Академии наук или командно-измерительный комплекс для слежения за спутниками и выполнять функции передового плавучего центра ракетно-космической обороны страны. По замыслу руководства войск ПРО два таких корабля могли бы держать под электронным колпаком весь земной шар. Нашим всем инстанциям очень хотелось узнать параметры американских ракет с тем, чтобы, значит, вот, ну, принять соответствующие меры противодействия. Ну, и поэтому корабль должен был распознавать, иметь радиоэлектронное вооружение, обеспечивающее распознавание боевых частей. Созданием корабля-разведчика, получившего наименование «Урал», занималась ленинградская ЦКБ «Айсберг». Его главными конструкторами последовательно были Александр Василевский и Владимир Тарасов. Обеспечить постройку корабля должен был Балтийский завод, где в это время сдавались первые тяжелые атомные крейсеры типа «Киров». Но закладка нового атомохода не входила в планы военных моряков. Они считали, что это затормозит вступление в строй ракетных крейсеров. И потому строить «Урал» нецелесообразно. Об этом при утверждении проекта корабля было доложено на Совете обороны страны. Между главкомами войск ПВО и военно-морского флота разгорелась острая дискуссия. Вдруг раздался голос командующего ПВО генерала Батицкого «Горшков». Почему это ваш контр-адмирал излагает тут антипартийные взгляды? Как антипартийные взгляды, сказал Сергей Георгиевич, удивился. Он же, есть же, его выступление противоречит решением Совета министров и ЦК КПСС о создании корабля проекта «1941». Под нажимом министра обороны СССР Дмитрий Устинова Сергей Горшков отступил. И в июне 1981 года строительство корабля было начато. Разведывательному кораблю «Урал» до сих пор нет аналогов в мире. Его размеры поражали воображение. По длине он превосходил два футбольных поля, а по высоте достигал 28-этажной башни. Атомоход на 7 тысяч тонн превзошел по водоизмещению тяжелый ракетный крейсер типа «Кира». Но основное вооружение у него представляли не ракеты и артиллерия, а 7 мощнейших радиоэлектронных комплексов. С их помощью можно было расшифровывать характеристики любого космического объекта на удалении полторы тысячи километров. Уникальная спецаппаратура позволяла, например, определять по выхлопам двигателей баллистических ракет секреты их топлива, а в полете состав теплозащиты ядерных боеголовок. Над ее созданием трудились коллективы 18 министерств Советского Союза. Не случайно стоимость комплексов в 210 миллионов рублей превысила половину затрат на строительство корабля. В те годы на эту сумму можно было вооружить танками целую дивизию. В конце 70-х для начинки Урала спецаппаратурой было создано особое ленинградское производственно-техническое предприятие. В течение 13 лет с первого и до последнего дня монтажом выражения уникального корабля руководил Олег Золотов. Чтобы вести в строй такой гигант ему пришлось приложить неимоверные усилия. Очень суровый режим был. Где-то там в 84-м году я был там на грани нервного срыва. Фактически. Ну, три с половиной тысячи народу работало на Корале вот в пик на стройке. Самой сложной проблемой оказалось размещение на корабле оборудования, созданного для эксплуатации на суше. Всем палу пришлось прорезать насквозь, до дна. Притом вырезы такие солидные, пятен на два с половиной метра. Вот опускаешь туда аппаратуру, вот, потом, значит, завариваешь палубу и только после этого ты можешь начинать там монтаж, что-то делать. Потом на этой палубе ставишь следующую аппаратуру, опять верхний вырез, завариваешь. И так вот, система жуткая была, конечно. В итоге строительство Урала заняло семь лет. Но в декабре 88-го одновременно с тяжелым ракетным крейсером Каленин этот корабль вступил в строй. Он стал четвертым надводным атомоходом советского флота. В августе следующего года состоялся его звездный час. Урал начал переход на Тихий океан. Режим секретности вокруг него был настолько велик, что на нас дошли только несколько фотографий корабля. Поход морского разведчика вызвал грандиозный интерес со стороны спецслужб НАТО. Начиная с Балтийска и до прихода в Владивосток мы ни на секунду не оставались без внимания. Сразу прицепился Орион на этот самолет и они так сменяли друг друга. Потом корабль обязательно какой-нибудь шел в строжевик, там и сменник. Иностранные разведчики терялись в догадках, настойчиво выясняя назначение Урана. Но это не помешало экипажу под командованием капитана первого ранга Ильи Кешкова выполнить свою боевую работу. Моряки своевременно обнаружили старт американского космического челнока Колумбия и вывод на орбиту двух спутников оптико-электронной и радиотехнической разведки, запущенных по программе «Звездных войн». Были записаны параметры РЛС многих иностранных военных баз, кораблей и самолетов. А в Индийском океане удалось поднять на борт даже американские трофеи. Они стали обкидывать нас буями всякими, чтобы шумовинтов записать. Командир там быстренько катер спустил, все буи собрал. Позже эти буи передали для изучения заинтересованным ведомством. Два месяца потребовалось Уралу, чтобы в сентябре 89-го прибыть к месту своего постоянного базирования в Приморье. Тогда еще никто не знал, что это был первый и последний поход великого корабля. Вскоре СССР прекратил свое существование и атомоход поставили на прикол под Владивостоком. Разведки не хватило сил для его содержания. То мы передали 10-й скадре. 10-й скадре занималась его подготовкой к выходу в море. Очень много было приложено сил, оставалось там какие-то мелочи. И потом сама идея от его выхода в море, чем дальше мы отходили от 91-го года, тем она все меньше и меньше. Потом он стал просто никому не нужен. В условиях экономического кризиса сохранить уникальный атомоход-разведчик с дорогостоящей аппаратурой не помогло даже обращение к президенту России Борису Ельцину. Эксплуатация он сложен и в команде, которую собирали со всех училищ с пехотных, с воздушных, морально даже не готовы были к корабельной службе. Представления не имели об этой корабельной службе. Единственное, что они ломали и там одно золото было похищено килограмма, а серебра тонны. Не нашлось места Уралу и в проекте плавучей атомной электростанции. Конечно, обидно, да, обидно. Ну, то что, что тут скажешь. Кто виноват, понять сейчас очень тяжело. Я всегда считал, что он мог быть воспотребован и сейчас, и мог бы работать, и может быть даже и деньги зарабатывать. Летом 2008 года корабль «Урал», простоявший без действия 19 лет, отправили к месту разделки на металлолом. Опыт, который получили конструкторы при его создании, может пригодиться им и в будущем. В первой половине 90-х годов многие предприятия оборонно-промышленного комплекса России занялись конверсионными разработками. Не стали исключением морской НИИ радиоэлектроники «Альтаир» и ЦКБ морской техники «Рубин». В содружестве с учеными-атомщиками их конструкторы создали проект многоцелевого судна для обслуживания океанских буровых платформ. С помощью уникального лазерного комплекса пленка мощностью 100 кВт оно сможет очищать водную поверхность от разливов нефти, проводить мониторинг морских акваторий и даже разрезать лучом различные конструкции при ликвидации аварий в прибрежной зоне. Это комплекс, который создан многими предприятиями в кооперации. В основе системы управления лежит, как говорится, 40-летние достижения науки и техники. Пройдет время, и многие проекты конструкторов корабелов будут реализованы в социально-экономической сфере жизни страны. Октябрь 2007 года, США. На международном симпозиуме в Нью-Порте впервые был обнародован новый документ «Скоординированная стратегия для морской державы 21 века». Он определил основные направления развития американского флота на ближайшую перспективу. В качестве главных задач на морях провозглашены защита жизненно важных интересов США и их союзников в районах с высокой напряженностью и сдерживание потенциальных противников. В этих целях планируется создать объединенный международный флот из тысячи судов, одна треть из которых будет приходиться на американские ВМС. Перспективные корабли будут построены с использованием технологии «Стелс», что приведет к малой заметности для радиоэлектронных средств противника. У ведущих военного отношения государств мира появляется соблазн решить многие политические, экономические, социальные проблемы за счет применения военной силы. Нас беспокоит рост военного потенциала вблизи границ Российской Федерации, связанные главным образом с расширением военно-политических союзов, основным из которых является блок НАТО. Сегодня блок НАТО вышел уже границам Российской Федерации и продолжает предпринимать попытки к этому дальнейшему росту. В этих условиях руководство России пересмотрело параметры боевого состава вооруженных сил до 2020 года. Армию и флот планируется оснастить новыми образцами военной техники, чтобы они могли обеспечить гарантированное ядерное сдерживание любых потенциальных агрессоров. Известный английский писатель Вальтер Скотт говорил, в жизни нет ничего лучше собственного опыта. Российские конструкторы преуспели в создании уникальных судов. Только в Невском ПКБ было разработано 45 проектов серийных кораблей, а еще 63 остались в чертежах. Но они оказали большое влияние на развитие надводного кораблестроения. Для того, чтобы помочь России сохранить за собой статус великой морской державы, нельзя не использовать накопленный опыт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова